Привет! В этом видео я покажу, как исправить вот такие короткие обкусанные ногти с помощью полигеля. Если интересно, продолжайте смотреть. Так выглядят руки клиентки. Она всю жизнь грызла ногти и делает это до сих пор. Поэтому приступаем к подготовке. Сначала необходимо отодвинуть кутикулу и снять блеск. Я буду использовать пилку 180 грит. С такими ногтями очень важно снять блеск не только по центру, но и по бокам и в синусах. Иногда боковые валики очень сильно нависают и к ним бывает трудно подобраться. Вы можете использовать уголок пилки, либо сделать подготовку с помощью аппарата. Убедитесь, что вы не оставили никаких блестящих глянцевых островков. Стряхиваем остатки пыли, наносим дегидратор и бескислотный праймер. Если ваша система, которой вы пользуетесь, подразумевает базовый гель, то также его наносим. Беру шпателем небольшое количество полигеля и выкладываю на ноготь. Я использую каверпинг от Джелиш. И кисть у меня тоже от полигеля, как раз которую они разработали для этого материала. В первую очередь я хочу сделать небольшой свободный край, чтобы нам было за что зацепиться. Всей плоскостью кисти я выкладываю вот такое небольшое количество и как бы толкаю его за пределы ногтя. Но слишком сильно не нажимайте, иначе вся толщина уйдет под ноготь или на кожу. А наша задача выстроить на том же уровне. Полимеризуем одну минуту, и теперь мы с легкостью можем поставить форму и продолжить моделирование как обычно, как будто ноготь уже имел длину. Берем небольшое количество полигеля, ставим на центр. Но для мизинца это, пожалуй, многовато, поэтому лишнее сразу убираю. И приступаю к моделированию. В первую очередь я всегда толкаю материал в кутикуле. Там я формирую ободок. Материал должен быть абсолютно тонким у кутикулы и вдоль боковых валиков. Также он должен быть хорошо прижат. Если какой-то из этих пунктов не будет соблюден, то отслойки 100% будут. Тем более на таких ногтях. Так что советую не торопиться на этом этапе. Тщательно и красиво все выкладывать, моделировать. И тогда на запил не потребуется так уж много времени. Дальше всей кистью я протягиваю. Материал, помните, что ногти изначально были очень короткие. Поэтому большую длину здесь делать не рекомендуется. Лишнее я сразу убираю шпателем, чтобы получить вот такой недлинный квадрат. Всей площадью кисти я также выравниваю поверхность. Формирую апекс. Линию свободного края. Она должна быть ровной. Боковые. Очень важно, чтобы были правильно выстроены. Проверьте, если нигде не осталось провалов. Но если вдруг не заметите, то их всегда можно добавить и позже, и даже после полимеризации. Этот материал позволяет это сделать. Как только материал прилипает к кисточке, смачиваем ее в специальной жидкости, которая называется Sleep Solution. И продолжаем работу. Полимеризуем одну минуту. Аккуратно снимаем форму. Обычно я поджимаю на 30 секундах. Но здесь, если честно, я забыла. И на самом деле ничего страшного. Важно правильно поставить форму. Поэтому поджимаю сейчас. Полимеризую еще минуту. И приступаем к запилу. Материал очень мягкий. Поэтому я не советую здесь использовать грубый абразив. Такой, как 80 или 100 грит. После него вам будет очень трудно их шлифовать. 180 здесь вполне достаточно. А при очень точной выкладке даже 200 грит вполне хватит. Подпиливаю боковые. Зону кутикулы вдоль боковых валиков. Торец. Придаю форму. Далее шлифую шлифовщиком 200 грит. Стряхиваем остатки пыли. И наносим цвет. Клиентка выбрала вот такой темный оттенок. Она их просто обожает. Но, конечно, не могла их себе позволить, когда ногти были короткими. А вот теперь, наконец-то, она смогла сделать свой любимый оттенок. Наносим первый слой. Полимеризуем. Потом наносим второй. И сверху обязательно наносим топ. Я использую топ без липкого слоя для гель-лаков. Поэтому достаточно его нанести. Полимеризовать одну минуту в лампе. И все готово. Напоминаю, что ноготь выглядел вот так до моделирования. И вот, что мы получили в итоге. Через три недели клиентка вернулась. И не было никаких отслоев или сколов. Так что делаю заключение, что полигель отлично подходит для коротких обкусанных ногтей. Если вам интересно посмотреть, что было с ногтями дальше. И как сделать коррекцию на такие ногти. То рекомендую подписаться, чтобы не пропустить это и новые видео. Спасибо, что смотрели его. И до встречи в новых. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...